МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но еще год назад Наталью Гетманову нельзя было назвать тихой и стеснительной. Будь моей волей, эти люди не должны жить. Понимаете, как это? Взять человека. Там с 29 июля она искала, или отравить, или взрывать. С июля, и в это время спала с ним, ела, деньгами пользовалась. Она ездила на автомобиль, и он ее купил. Примерно за месяц до преступления заказчица встретилась с исполнителем. Они обсудили план и стали ждать. Дату и время убийства определила очередная ссора. Они, по словам подсудимой, в семье происходили нередко. Последняя роковая случилась вечером 29 декабря. Примерно в 21.40 вошел в спальную комнату квартиры, где умышленно с близкого расстояния произвел из ружья один выстрел в область правого вога, спящего на кровати Алыбова. Несчастный умер на месте. Совместно они завернули труп в белье, находившееся на кровати. Он сложил найденную труп от цепочку с крестом в пакет, вырезал из матраса пуль и дров, предложил закопать труп в болоте. Мальцев предложил вывезти труп на автомобиле БМВ, который Малымов пользовался при жизни. Дождавшись ночи, они труп вывезли в поселок Клюква, Курского района, где Мальцев его закопал. Он же спрятал у себя и ружье, являвшееся орудием убийства. С заявлением о том, что пропал человек, в полицию обратились родители убитого. В ходе предварительного следствия сразу же стало ясно, что горе жена путается в показаниях. Первая открыла все карты мать и пособница заказчицы. На нее заведено отдельное уголовное дело. Первоначально она дала явку с повинной о том, что убийство совершила сама, однако, чтобы не привлекать к ответственности ни мать, ни исполнителя и не утяжелять свою ответственность. Однако, когда мать рассказала об этом, и дочь призналась и подробно рассказала об обстоятельствах. Убитый, кстати, сам того не зная, оплатил свою смерть полмиллиона рублей. Циничность и жестокость ситуации тянет на сценарий для настоящего триллера. Вот только события происходят не на большом экране, а в реальности. Гетману Наталью Львовну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 пунктом З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Плюс еще год после освобождения Наталья Гетманова будет ограничена в свободе. Киллер получил 15 лет в колонии строгого режима и еще 2 года ношения электронного браслета. Преступников обязали возместить моральный вред родителям жертвы – полтора миллиона рублей. Также Наталья оставила сиротой их общего с Игорем ребенка.